Потери в Украине сравнимы с потерями в Чечне, а возможно и в Афганистане. Россия могла потерять за полтора месяца так называемой военной спецоперации больше людей, чем за оба чеченских конфликта. Об этом говорят расследователи Conflict Intelligence Team. По их расчетам можно говорить минимум о 6 тысячах погибших среди российских силовиков. Эта цифра в четыре раза больше последних официальных данных, которые приводило Министерство обороны в конце марта. Тогда официальный представитель ведомства Игорь Коношенков объявил о потерях России. 1351 погибший, 3825 раненых. Потери наступательной стороны формально должны превышать потери обороны в полтора-два раза, пояснил в интервью Deutsche Welle эксперт Кирилл Михайлов. Таким образом, их подсчеты коррелируются с последними данными о потерях с украинской стороны. На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью СНН назвал цифру 2,5-3 тысячи человек. По мнению исследователя Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, официальные ведомства занижают данные о погибших, опасаясь реакции россиян. Это делается для того, чтобы в первую очередь граждане России считали, верили вот в этот нарратив про то, что сейчас на территории Украины идет не война, а специальная военная операция. Просто если мы посмотрим даже вот на цифры в 5 тысяч, грубо говоря, которые мы говорим, которые наши консервативные оценки, которые мы готовы учатся, это все равно больше любой из сеченских воин. Михайлов предполагает, велика вероятность, что Минобороны не обладает полной информацией о потерях из-за проблемы с логистикой и связью. Часть потерь, очевидно, им просто неизвестна. То есть кто-то пропадает в бедности, кто-то умирает от раны или от чего-то. И все эти данные с такого огромного фронта, который был до недавнего времени, да и сейчас остается очень большим, они не могут просто оперативно поступать. То есть это вот даже, то есть я говорю это к тому, что даже само российское командование вряд ли хорошо знает о своих потерях. Это связано с проблемой со связью и так далее. Другой фактор, который влияет на занижение потерь российской стороной — военная бюрократия, считает российский военный эксперт Павел Лузин. Военный не считается погибшим, пока его труп не достан, не описан, не составлен формуляр о том, что он погиб. А лежит ли он где-то в полях Украины на морском дне, в Черном море, либо он находится в морге, неважно, в белорусском, в ростовском и так далее. Если не описан, карточки нет, значит и потери нет. Лузин напоминает, против Украины воюют не только регулярные войска, но и Росгвардия, наемники, а также чеченские подразделения, которые подчиняются напрямую Кадырову. Это значит, что Минобороны России может просто не иметь данных о потерях в этих подразделениях. Так у нас деморализация только военных. А кто о них думает? А так была бы деморализация в Москве, в Кремле, среди чиновников. То есть приоритет. Приоритеты – это не люди, не родственники, не семьи военных, не сами военные. Приоритет – это власть. Вот поэтому Российское Министерство обороны скрывает все потери или, по крайней мере, не спешит их выкладывать. Отметим, что в конце марта Госдеп США, ссылаясь на данные своей разведки, говорил о 10 тысячах погибших российских солдат. В середине апреля Генштаб ВСУ заявлял о 20 тысячах. Минобороны России утверждают, что Украина за полтора месяца потеряла 23 тысячи военных. Это в 6-8 раз выше озвученной Зеленским цифры. В условиях военного времени у нас нет возможности проверить эти сведения с привлечением независимых источников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok